Одним из главных событий уходящей недели для православных, да и для светских людей стал родительский день. Во вторник сотни горожан посетили кладбищенские комплексы. Вот только территория новых захоронений в Христофоровке оказалась совсем не готова к приходу людей. Пешком тут, но танки страшно заезжать. За это время можно было бы отсыпать, я вот не знаю, почему здесь не отсыпано. Болото, в котором все тонет, то есть тонут могилы, мы пытаемся благоустроить, тонут могилы, ломаются памятники, потому что ничего не делается абсолютно. По словам тех, кто часто навещает здесь могилы родных, снег в этой части кладбища убирали плохо. И теплая весенняя погода сделала свое дело. Но в департаменте городского хозяйства дали другое объяснение. В зимнее время, когда производится захоронение, обратная засыпка осуществляется мерзлым грунтом. Поэтому в весенний период, когда таяние снега происходит, проседает грунт, в результате чего образуется глубокая лужа. В рамках муниципального задания в благоприятный период все это будет восстановлено должным образом. Народные корреспонденты предупреждают. На улице Емельянова перед прикрестком с Ленина водителей поджидает опасная ловушка. В одной из ям, наполненных водой, автолюбители регулярно прокалывают шины. При мне это было в субботу вечером. Пробило около пяти машин колеса за час-полтора. В среду здесь появились дорожники, яму засыпали. Но, по словам опытных водителей, мера эта недолговременная. И вскоре опасный участок опять размоет. Жители старой двухэтажки в Дальнем свое жилье называют блокадным. С одной стороны частная территория, с другой – школьный забор. И в довершении картины разбитая дорога. Администрация пыталась справиться с этой проблемой весьма оригинальным способом. Здесь появилась спецтехника. Рабочие вывалили в грязь кучу щебня и уехали. Какой дурачок вот эту вот щебенку, кучку вот эту наложил. Для чего она? Кто ее ровнять будет? Я что ли? Вот такие куски лежат. Она сейчас, наоборот, представляет преграду. Не плюс, а минус принесла эта куча. То есть это определенная преграда, которую нужно преодолеть. Опять же, повторяясь только на внедорожнике. Сам дом тоже нуждается во внимании властей. Пока он стоит в очереди на капитальный ремонт до 2020 года. Вот только дождутся ли строительные бригады. Стены с трещинами, которые постоянно топят. Полупроваленный пол, текущая крыша и аварийная проводка – вопрос открытый. У жителей вот этой двухэтажки уже на улице Поповича похожая проблема. Их дом тоже топит, но отнюдь не из-за талых вод. Все это начало происходить еще на прошлой неделе. Я все думаю, откуда столько снега. Мы как бы не обращали внимания. Вчера я наконец-то заглянул за забор стройки и увидел, что просто рукав, шланг по направлению к нашим домам и с него льется вода. Походу идет откачка. Судя по всему, так строители нового детского сада решили проблему подтопленного котлована. Давать какие-либо комментарии съемочной группе подрядчик не стал, красноречиво закрыв ворота. Впрочем, также строители общаются и с жителями. Если вы стали свидетелем интересного события, не забудьте включить видеокамеру. Делитесь с нами информацией на сайте istv.ru и по телефону 49 15 15.